Региональная инициатива своевременно и необходима. К сожалению, еще достаточно грязнуль воспринимающих тундру как помойку. Очередное этому подтверждение обнаружил новый урингоец. В районе Трехозер герой нашего следующего сюжета нашел брошенные бочки с ГСМ. О такой необычной находке он сообщил в социальной сети ВКонтакте и приложил фото. В ситуации уже разбираются профильные структуры. Тему продолжит Екатерина Ильичева. Здесь видно, что даже невооруженным угадом, что это масло. Бочки полные. Вот так потрогал, что они полные бочки. Так я обратил внимание. Большое пятно масляное разлито на землю. Это место в районе Трехозер давно полюбилось новоурингоецам. Тундра, водоемы и от города близко. Все, что нужно для отдыха. Но кто-то решил, что здесь хватит места и для свалки. Семь двухсотлитровых бочек обнаружил Тимур Копаров. Он катался здесь, на мотоцикле. По запаху и пятнам на земле сразу определил, что это машинное масло. Мужчина тут же опубликовал информацию и фото в социальных сетях. Увидел эти бочки. Подошел поближе. Посмотрел, что они с жидкостью наполняющей масло отработанное. Понял, что они полные. Сфотографировал и выложил, чтобы найти помощь, чтобы их отсюда убрали. Потому что это опасно. В зеленой зоне здесь могут и люди отдыхать, и дети отдыхать. Поэтому отреагировал так. Судя по бочкам, они лежат тут не первый год. Мужчина недоумевает, почему химию до сих пор не вывезли. Выложил в соцсетях. Очень много негатива поступало. Зачем тебе это надо? Никто это не будет заниматься. Я не думаю, что если каждый будет мимо проходить, конечно, это никому не надо. Надо как-то каждому человеку отреагировать, внести свои 5% в это. Это же все равно мы здесь живем. Не то, что мимо пройти, это не наш дом. Так не делается. Решил довести дело до конца. Тимур обратился за помощью в департамент имущественных отношений. Сотрудники отреагировали незамедлительно и выехали на осмотр территории. Долго не могли разобраться, на чьей стороне находка. Нового Уренгоя или Надымского района. Со стороны департамента будут приняты все необходимые меры для очистки данной территории. В случае, если эта территория не относится к городу Уренгоя, мы направим следующее письмо для принятия необходимых мер. Позже выяснилось, что это наша территория. Специалисты говорят, содержимое емкости без лабораторных исследований определить сложно. Первая версия – машинное масло. Тем не менее, приближаться к этим бочкам не советуют. В ближайшее время их вывезут из тундровой зоны. Одна из городских компаний уже согласилась помочь в транспортировке. Екатерина Ильичева, Антон Берестянский, Служба новостей. Импульс. Продолжение следует...